Британцы под впечатлением. Парламентская делегация Великобритании посетила пункт пропуска Зайцева и горловский инъяз, эвакуированный в Бахмут. Больше всего парламентариев поразили огромные очереди на пунктах пропуска на линии разграничения, а также студенты, которые, несмотря на трудную обстановку в регионе, хотят строить будущее своей страны. Иностранные гости заявили, цель визита – увидеть изнутри ситуацию в Донбассе и составить отчет о ней для своих коллег. Особую роль британские депутаты отводят Россия, которая прекратила выполнять свою стабилизирующую роль в мировой политике. Глава делегации также отметил, что отношения Лондона и Москвы стали напряженными еще до начала вооруженной агрессии России против Украины. Речь идет о мировом, о переживании в мировом масштабе, не только, а речь идет о Великобритании, поскольку Россия, как большой член всемирного сообщества, должна играть в нем важную роль именно как представитель той страны, которая вносит стабильность. Они дестабилизируют ситуацию. И здесь, когда мы вернемся и составим свой рапорт, мы будем говорить о том, что ситуация должна рассматриваться не только в масштабах одной страны, но и в масштабах всего мира. Нашу целью, допомогу в организации этого визита, есть допомога в формировании позиции британского парламента щодо продолжения санкций и щодо борьбы против агрессии России по отношению к Украине. Это наша стратегическая мета. И, по сути, в помощь этого визита на месте можно пересвідчить, какие уничтожения были сделаны российские деньги, какие доказательства можно увидеть, что думают про это люди, насколько они могут свидетельствовать. И из делегации Великобритании, парламент Великобритании, там все-таки один Ковзинский задавал вопрос, что он подтвержден российской пропагандой. Все другие четко осуществляют, с кем мы имеем дело и почему мы имеем дело. И это очень важно, потому что сейчас Брексит, Великобритания входит в ЕС, и, с одной стороны, это будет тяжело в ЕС решить вопрос, но, дополнительно, мы возьмем еще один отдельный голос на общественной арене для продолжения санкций против России, для тиска на Россию, чтобы она, извините, оставила Украину в спокойствии.